Сегодня резкий резонанс в России вызвало выступление простого школьника из Нового Рингоя в Бундестаге перед немецкими депутатами. Старшеклассник рассказал ему о судьбе одного из солдат вермахта. Рассказал так, что серьезные вопросы возникли уже и к его учителям, и в принципе к системе преподавания в его школе. Все это произошло ровно в тот день, когда отмечали 75-летие с начала важнейшей битвы Второй мировой. 19 ноября советские войска перешли в контрнаступление под Сталинградом, чтобы замкнуть кольцо окружения. Но старшеклассник из Нового Рингоя описывал как раз этот эпизод. Почему же его слова вызвали столь острую реакцию, разобрался Александр Натсадный. Нарядные и причесанные старшеклассники из Нового Рингоя, казалось, получили уникальный шанс посетить Германию и выступить перед немецкими парламентариями, чтобы сказать о примирении русского и немецкого народов. Но под сводами Рейхстага их слова о солдатах вермахта, которые погибли в далеком Советском Союзе, оставив в родной Германии своих любящих близких, произвели резонанс, на который школьники, кажется, не рассчитывали. Это чрезвычайно огорчило меня, поскольку я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны. Юношу тронула трагическая история ефрейтера Георга Йохана Рау, который воевал в Сталинграде, где попал в котел, а потом и в плен. Молодой человек, увлеченный историческими хрониками, даже отправился к месту захоронения 2600 военнопленных под Копейском. И там, по его словам, понял весь ужас войны. Они первый раз поехали в Германию. Имеет смысл их провести по Бухенвальдам, Духау и Маутхаузенам, лагерям смерти, концентрационным лагерям, чтобы они увидели ту правду, которую должно знать российским школьникам. Это такая образовательная программа. Немецкие старшеклассники тоже делают проекты, рассказывают о павших советских войнах. В таком контексте одно не ясно, почему для немцев это Вторая мировая война, а для русских Великой Отечественной. Это результат моды, когда на одну доску ставят Гитлер и Сталин, когда не понимают, что война Советского Союза была бесспорно справедливой. Элитная гимназия Нового Уренгоя наверняка отправила за границу самых достойных. И такой конфуз. Может, в Ямало-Ненецком автономном округе историю учат по неправильным учебникам? Глава города за гимназистов заступился. Мальчик говорил о мире и неприятии войны, призывая руководствоваться здравым смыслом, оценивая выступления школьников в Германии. Слова старшеклассника в очередной раз обнажили исторический диссонанс. Воспитание патриотизма среди молодежи, как на войне, все средства хороши. Вот и выходит, что исторические факты Второй мировой войны во многих странах давно принято передергивать на государственном уровне. История – это часть политики. История – это поле битвы, политической битвы. Поэтому переписывать будут пытаться. Превозносить собственные заслуги, а чужие занижать. Такой исторический посыл давно вошел в образовательный процесс. Может, поэтому неосторожные высказывания гимназиста из Нового Уренгоя так болезненно восприняли на родине потомки победителей во Второй мировой войне. Александр Натсадный, Дарья Юсикова. Известие специально для РНТВ.